Добрый день. У всех улыбки на лицах, это очень хорошо. На второй день занятий меня попросили в течение 20 минут рассказать то, чем занимаются 14 человек 100% времени на протяжении последних 20 месяцев. И еще порядка сотни человек занимаются не полный рабочий день, однако я постараюсь это сделать, я включаю у себя таймер. Если бы меня попросили сказать очень быстро о роли трансформации в том, что сейчас происходит в финансовой системе, я бы сказал очень просто. Все, что вы сегодня слышали от Национального банка является результатом внутренней трансформации. И даже появление Департамента финансовой стабильности, и появление новых инструментов макропротенциального нагляда, и даже появление монетарного комитета и инфляционного отчета является все результатом внутренней трансформации Национального банка. Всего этого 20 месяцев назад не было. И здесь я бы хотел напомнить вам, наверное, как выглядела ситуация 20 месяцев назад. В то время я приблизительно пришел в Национальный банк. 27 февраля 2014 года я первый день зашел в стены Национального банка, хотя начал работать официально, по-моему, с первых чисел апреля. Какой мы встретили ситуацию в экономике и в банковской системе? Вам сегодня много рассказали об экономике и о ситуации в банковской секторе. Экономика, отвечая только что на вопрос, уже было видно, как бы начинался Крым в ближайшее время, потом эскалация конфликта на Востоке, падение ВВП, высокая инфляция, девальвация валюты. Параллельно с этим банковская система, которую мы встретили, она была очень дефрагментирована. У нас было 180 банков, где 80 банков владели меньше 5% доли рынка. Информация о собственниках была особо неизвестна. Я был первым, кто настоял на том, чтобы Национальный банк в апреле 2014 года опубликовал информацию на тот момент времени о том, что мы знали о собственниках банков. И ситуация с балансами банков была очень сложной, потому что многие годы банки рисовали свои собственные балансы. Что касается Национального банка, я бы сказал, что это было красивое здание, в котором работало порядка 11 800 человек. Большинство из них работали там больше 10 лет. Я не могу сказать, что это уникальная ситуация в центральных банках, в принципе, на государственной службе, в разных странах и в центральных банках, в том числе исторически люди работают долго, потому что туда приходят за определенным safety net, то есть за социальными бенефитами на протяжении длительного периода времени, который люди могут получать. Однако в Национальном банке это было, наверное, уже за НАТО. У нас была очень децентрализованная система, 25 региональных офисов, в которых работало 5000 человек. И я бы сказал, что уровень бюрократии, он зашкаливает, зашкаливает до сих пор, но уже, поверьте мне, достаточно ниже. И с этим приходилось работать. Как мы на это отреагировали? Достаточно жесткая монетарная политика, реформа финансового сектора, у нас есть комплексная программа реформирования финансового сектора, и здесь есть люди, которые ее разрабатывали, не только из Национального банка, есть люди, которые работают в рамках целевой команды реформ над ее реализацией, и третье – это трансформация Центрального банка. Если поставить в целом задачи, которые стояли в самом начале по трансформации Центрального банка, это немножко редактированный слайд, который я показал в направлении 7 апреля 2014 года, когда этого ничего еще не было, включая ориентиры на ценовую стабильность, на финансовую стабильность и на экономический рост. Понятно, что основной целью Национального банка было удержание курса валют любыми способами, за счет золотовалютных резервов, административных мер и так далее. Как этого было достичь? Я специалист по трансформациям, и для меня важно было построить институт, построить организацию, с одной стороны, очень упрощенную организацию, чтобы она не была слишком забюрократизированной и очень сложной в понимании, как она работает, с другой стороны, эффективной, с точки зрения адекватной системы принятия решений и с точки зрения независимости принятия решений, чтобы они не зависели ни от кабинета министров, ни от парламента, ни от президента. В принципе, опять-таки, это слайд апреля 2014 года, чуть-чуть перерисованный в новые стандарты, чтобы вы просто понимали, даже темплейтов презентации в Национальном банке не было, понятно. Но план сам по себе разбит порядка на 30 месяцев, из него половина уже этого периода прошло и достаточно много чего сделано. Мы в первых числах мая, в апреле мы работали с McKinsey, в первых числах мая к нам приехали коллеги из нескольких центральных банков, вместе с ними до августа месяца мы составили план по трансформации центрального банка, который до сих пор мы неукоснительно выполняем. Совсем недавно я попросил этих же людей приехать к нам в январе-феврале 2016 года, для того, чтобы они объективно оценили, что из того, что они нам рекомендовали, мы сделали, что мы не сделали. И у нас в том числе будут работать представители из Банка Англии 3 или 4 месяца, которые тоже находятся сейчас в процессе трансформации, и мы, соответственно, вместе с ними разработаем следующие этапы в трансформации Национального банка. В принципе, этапов у нас три. Первый – это streamline organization, то есть привести организацию Национального банка в нормальное соответствие с европейскими или лучшими банковскими стандартами. Второй – это изменить процессы внутри банка, потому что без изменения процессов внешняя картинка может выглядеть красиво, и внутри у вас будет полный жах. И третье – это в мае этого года мы разработали вместе с сотрудниками Национального банка, с руководителями разного уровня, разработали новую миссию, визию Национального банка, и, соответственно, ее имплементация – это план 2016 года. Очень просто, как бы в нескольких словах, что из себя представляет сам по себе план трансформации. То, что сегодня уже говорилось, и Дмитрий, и Виталий говорили о фразе «мандат Национального банка». Я сказал, что входит в мандат Национального банка – это обеспечение ценовой стабильности, финансовой стабильности и обеспечение устойчивого роста. Все, что не способствует обеспечению основных функций Центрального банка, должно быть выведено за пределы Национального банка. Когда мы начали анализировать, кто же занимается у нас ключевыми функциями, кто занимается неключевыми функциями Национального банка из 11 800 человек, оказалось, что 6 700 человек занимались ничем, связанным с Центральным банком. Ничем, ничего общего. Это не вопрос, что это бэк-офис, это не вопрос, что это миддл-офис, что это саппорт функции, да, там есть кассиры, которые все равно должны выдавать деньги, они все равно занимаются определенными функциями, основными функциями Национального банка, потому что организация денежного обращения является тоже функцией Центрального банка. Однако 6 700 человек не занимались ничем, связанным с Центральным банком. Соответственно, все, что не касается Центрального банка, все должно быть out, и мы достаточно успешно в этом вопросе работаем. Второй вопрос, это то, о чем сегодня вкратце говорилось, да, это стримлайн-организация. В Национальном банке когда-то было 17 членов правления, когда мы пришли, их было 11, сейчас их 6, каждый из зампредов и глава отвечает за определенный блок, это по обеспечению основных функций, монетарная стабильность, надзор, операции на открытых рынках, организация наличного и безналичного обращения, поддержка и блок головы Национального банка. Если посмотреть сегодня на структуру Банка Англии, вы увидите аналогичную структуру, за небольшим исключением, что у них есть еще понятие financial stability, о котором говорил только что Виталий. Мы изначально, создав департамент финансовой стабильности, понимали, что мы не можем выделить его, что он правильный. Там был отличный слайд, где показывал место финансовой стабильности между монетарной политикой и микропротенциальным наглядом. Его место действительно между ними, а не в одном из этих блоков. Однако подразделение создавалось новое, нужно было его наполнить содержанием. Мы уверены, что в течение периода 4-5 лет эта функция выделится отдельно и будет независима от других на уровне заступника головы Национального банка. Это на 6 блоков, 6 блоков Национального банка. Следующая задача, которую мы сработали, это уменьшение иерархии Национального банка. В некоторых подразделениях Национального банка расстояние между главой Национального банка и конкретным специалистом доходило до 13 уровней. То есть те люди, кто работают в коммерческих организациях, понимают, что чем больше иерархичность, тем сложнее месседжи сверху опускаются вниз, и тем более сложно кому-то снизу донести свои месседжи вверх. Сегодня в Национальном банке 4 уровня управления, и мы только в центральном аппарате сократили 57 руководителей, которых были позиции, как мы называем, свободных замов. То есть люди, у которых не было никакой функциональной роли, они просто были заместителем кого-то. И это в том числе создавало бюрократию, потому что процессы внутри организации выписывались вокруг этих людей, и они обязательно должны были поставить свою подпись где-то на любом отчете или на справке. Следующий блок – это централизация функций. Как я сказал, Национальный банк являлся децентрализованной функцией. Если я спрашивал в апреле 2014 года у Head of HR, сколько у тебя людей, он очень быстро отвечал 1600. Я говорю, ну как же 1600, когда их больше 11 тысяч? Я точно не знал, сколько. Он говорит, да, но это же надо спрашивать в регионах, у них свои цифры. То есть Head of HR банка не знал, сколько людей работает в организации. Для этого ему необходимо было спросить, сколько у других регионов. Было 35 разных балансов, 35 разных систем, в том числе HR систем, где начислялись зарплаты в 35 разных, практически как организация внутри Национального банка по своим правилам. В следующий блок мы начали заниматься оптимизацией территориальных управлений. И могу сказать здесь, что мы изначально выбрали модель так называемых макрорегионов, где вместо 25 территориальных управлений мы хотели создать 4. С января по апрель месяц мы проводили этот проект. Он провалился, потому что все функции, которые мы могли централизовать на уровень центрального аппарата, мы централизовали, все функции, которые должны были уйти на макрорегион, не централизовались. Люди не хотели подчиняться своим, допустим, вчерашний руководитель Харькова не хотел подчиняться Днепропетровску, был саботаж. И мы закрыли этот проект, в смысле мы представили результаты направления, как проект прошел, пилот прошел, он показал свою несостоятельность. И, соответственно, мы пришли к модели практически плоской. Большинство функций центрального банка полностью централизованы сегодня, кроме функции наличного обращения и функции так называемого единого окна, которые мы осуществляем операции, административные услуги, оказываем населению по разным законодательствам ненационального банка, министерству юстиции и так далее, мы в будущем хотим тоже от них избавиться. Сегодня в центральном банке в регионах работает 1350 человек, наша модель 1200, до конца года она будет реализована. Это из 5000, которые были до этого. Оптимизация численности, я покажу график, сколько людей в национальном банке сегодня работает. И последнее – это реинжиниринг процессов. Все это делается не для сокращения людей, а для того, чтобы перестроить процессы для того, чтобы реализовывать основные функции центрального банка. И это самое главное. По поводу людей, как я сказал, снижение уровня иерархии привело к тому, что только в главном офисе мы сократили руководителей, было 776 руководителей, сейчас 437, а наша задача 345 руководителей, то есть люди, у которых есть погоны на плечах. Поверьте мне, погоны в государственной службе – это важно. С ними связано большое количество бенефиц, хотя мы большинство из них уже сняли. Но все равно люди погоны любят. Допустим, я могу сказать такой показатель. Если человек начальник отдела, и у него роль в том числе заместителя начальника управления, поверьте мне, люди хотят, чтобы они звучали как замначальника управления, запятая начальника отдела. И вот такая вот особенность в Украине. Что касается количества людей, на сегодняшний день у нас работает 6530 человек. Это на 20 ноября 2015 года. Сколько на конкретно сегодняшний день я не знаю, буду знать через несколько дней на 30 число. Это минус 5300 человек по сравнению с началом процесса трансформации. Я знаю, каждая цифра откуда ушла. Потому что результат снижения людей, количество людей – это не цель, а результат имплементации проектов внутринационального банка. Всего на данный момент проходит 41 большой проект внутринационального банка, 61 внешний проект, связанный с реализацией трансформации, реформы финансового сектора. Что еще интересно, если вы увидите здесь, мы сделали такое, как маркировку людей, ключевые, не ключевые функции, вы увидите, что ключевые функции занимали в Национальном банке 29%, на конец года будет занимать 44%. Здесь стоит цифра 5500. Я несколько раз где-то, возможно, кто-то вспоминал, кто-то слышал меня. У нас называется проект 5300, а не 5500. Изначально мы в прошлом августе 2014 года путем разного метода анализа посчитали, что у нас будет на конец 2015 года 5300 человек, поставили такую задачу. Мы сейчас видим, что она достигается до уровня 5500. Не получается 5300, но могу сказать, что это не получается из-за того, что часть процессов будет реализована в первом и втором квартале 2016 года все еще, и цифра дальше будет меньше, чем 5300, но на 31 декабря у нас будет порядка цифр 5500. Что касается проектов, очень быстро, какие проекты у нас на данный момент есть, это большие только проекты, опять-таки они разделены на функции, связанные с основными функциями Национального банка и на сопроводительные функции. И у нас в принципе введено в банке понятие проектной деятельности, то есть у нас есть официальные проектные менеджеры, я говорю, их только 14 в нашем подразделении, мы вместе с Pricewaterhouse разрабатываем культуру проектного менеджмента для организации в целом, то есть в каждом из блоков мы хотим, чтобы люди были понимали, что такое проектный менеджмент, а не процессный менеджмент, хотя у нас как результат в реализации проектного менеджмента у нас появился проект, который называется процессный менеджмент, но это проект, а не люди, когда живут, если спросить человека в прошлом ситуации в Национальном банке, а когда это будет реализовано, кто же его знает, когда оно будет реализовано, посмотрим, будем работать, посмотрим. И здесь проекты связаны как с реализацией блоков надзора, так здесь нет сейчас макроэкономического блока, потому что большинство задач уже решено, мы начали с первого, с макроэкономического блока, и сейчас эти вещи уже переросли больше в операционную деятельность по реализации. Хотя, допустим, Сергей рассказывал мне о нашем вестнике Национального банка, результат появления нового вестника Национального банка являлся тоже результатом небольшого проекта в рамках блока большого по повышению качества ресерча внутри Национального банка, чтобы вы просто понимали, для Национального банка в прошлом при печати в вестнике самое главное было, что у нас была своя другарня, у нас была своя редакция, каждая из них отредоустраивала определенное количество людей, стоила определенное количество денег, понятно, что мы печатали все у себя в инхаус. Мы сейчас приняли решение, что главное это ресерч, который в этих журналах, они печатают эти журналы. И журналы мы не печатаем, они сейчас в электронном виде и доступны всем. И в ближайшее время выйдет второй выпуск этого журнала. Мы полностью перестроили процесс рефинансирования банков. Несмотря на то, что этот вопрос очень всех всегда интересовал, когда мы начали публиковать данные, даже журналистов, когда мы начали публиковать данные по рефинансированию, как-то все журналисты перестали спрашивать даже, что такое рефинансирование. Но мы полностью процесс у себя перестроили. Если вчера это была функция только надзора, который приносил направление, я называл это «одноногий бандит», приносился только в одной линии, приносил информацию о необходимости рефинансирования какого-то конкретного банка, то у нас сейчас фактически кредитный процесс выстроился на это был отдельный проект, но на него влияли проекты как централизация регионов, и это очень важно, потому что функции регионов полностью ушли, никакого кредитования в регионах быть не может. Второе – это функции создания комитетов. У нас сегодня принимает решение, точнее, рекомендует правлению кредитный комитет, который состоит из появления функции риска, которая раньше не была внутри национального банка, функции финансовой стабильности, где Виталий работает, и функции появления совершенно нового подразделения департамента сопровождения кредитов, который фактически является основным в этом процессе. Такое впечатление, что новых кредитов рефинансирования выдать уже невозможно, исходя из такого процесса, поверьте мне. То есть большинство из этих проектов, документация по ним есть в открытом доступе, она находится на сайте национального банка. Кому интересно, пожалуйста, заходите в отдельном разделе «Трансформация национального банка». Мы стараемся об этом достаточно много рассказывать, и более того, рассказывать это и другим государственным органам, для того, чтобы они реализовывали у себя особенно функции, связанные с сопровождением. Другие, фактически, если мы говорим разбить вот эти 7 блоков задач, о которых мы говорили, фактически они крутятся вокруг 4-х больших объектов нашей работы. Первый – это наш мандат, то есть то, чем мы конкретно должны заниматься. Второй – это вопрос культуры, это люди, это вопросы обмена информацией внутри, это вопросы открытости внутри национального банка. Третий – это вопрос системы принятия решений, и это очень важно, потому что наша задача, чтобы решения, которые принимались внутри национального банка, они базировались на исследованиях, на анализе, на цифрах, а не на политических каких-то мотивах. И четвертое – это данные. Мы так что с Сашей Теловерой обсуждали в перерыве. Данные, которые были в национальном банке, во-первых, они были избыточные, они были разрозненные, они были децентрализованные, сегментированные, и это все в том числе отражалось в системе хранения информации. Что касается, что мы хотим построить, то понятно, что перейти к новым функциям национального банка, построить открытый национальный банк, систему решений которого базируется на исследованиях, и у которого открыты данные, в том числе для того, чтобы вы, как исследователи, могли ими в будущем пользоваться. Когда меня спрашивают, что являлось вашим рецептом успеха, я говорю очень просто. Это видение, это стратегия, мы знали, куда мы хотим привести национальный банк, мы знали ту картинку, которая должна в конце у нас получиться, у нас есть вера, что мы можем это сделать, у нас есть экзекюшн, у нас есть люди, которые готовы это сделать, и мы понимаем, и мы это делаем, и у нас есть, конечно же, ценности, которые мы хотим, которые мы хотим инкорпорировать в процессы внутри национального банка. Когда я говорил о проектном менеджменте, я не шутил. Спасибо. Дуже дякую. Надо снова, будь ласка, кілька питань. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. Как воспринимали люди на местах, бывшие сотрудники, или теперешнюю эту трансформацию, как вы отбирали людей, и был ли при этом набор новых, и сталкивались ли вы с проблемами нехватки навыков именно на местах, не в центральном аппарате? Спасибо. Первое. Практически на местах мы ни на кого не нанимаем, потому что мы сокращаем основные функции, там остаются функции наличного обращения и единого окна, фактически эти люди остались внутри национального банка. Первое. Второе. Что касается найма новых людей в целом, не на регионах, достаточно сложно. Это было очень сложно. Все, что бы мы сделали, мы бы сделали гораздо больше, если бы не было популистского решения в конце прошлого года, который фактически, ограничив зарплату внутри национального банка, на 4 месяца заморозил процесс найма новых людей. Потому что было очень сложно коммититься людям, вытаскивать их из бизнеса и, соответственно, им обещать, что у них будет выше зарплаты в будущем, если ты не знал, будет ли это или не будет. С точки зрения навыков как таковых, я могу сказать, что сегодня в банковской системе достаточно много профессиональных менеджеров, и мы это видим. То есть здесь взяли фактически все люди, которые пришли к новому национальный банк, они пришли из банковской системы, в основном из международных банков. Здесь есть люди в зале, которых мы предлагали, они не смогли прийти по разным причинам. Но наша задача, и третье, мы перестраиваем HR-процессы внутри банка. И наша задача сделать так, чтобы внутри банка иметь возможность выявлять те таланты, которые скрыты достаточно далеко, иногда под гнетом или под покровом разного уровня иерархии. Почему очень важно скрыть эти уровни иерархии, для того, чтобы найти отличных ребят, молодых людей. И у нас это получается. А по поводу skills, сегодня нам доступны любые международные практики. У нас еженедельно работают десятки разных экспертов, которые в том числе проводят семинары для наших людей. И поэтому я уверен, даже если гэпы какие-то существовали, они очень быстро закрываются. кто хочет прийти к нам на работу, приходите. Влад, спасибо, действительно хороший урок тайм-менеджмента и проектной работы. У меня вопрос не к национальному банку, я бы хотел спросить, скажем так, как ваш опыт национального банка может перенести на реформирование других министерств, с учетом того, что у них этой возможности нанимать людей пока нет, и когда она будет, не предвидится. Может быть, ваши 2-3 совета другим министерствам? Спасибо. Вот этот слайд появился у меня в четверг, я его сформулировал в четверг, когда ко мне пришли люди, МВФ привел консультантов, которые сейчас работают над реформой налоговой системы, налоговой службы, не налоговой системы, сразу же привет, а налоговой службы, фискальные сервисы. И я, соответственно, когда мне спросили, когда я рассказывал о том, что мы сделали, на протяжении не 20 минут, а порядка 2 часов, мне спросили, как это у вас получилось, какой рецепт успеха. Я сказал вот эти вот вещи, три, то есть это видение веры, belief in execution. А потом, почему появилось values внизу? Я говорю, при том, что есть ценности. Поэтому, если есть ценности, то можно реформировать любые службы, но, понятно, без денег никто не будет это делать. Поэтому бюрократические системы должны быть значительно снижены, структуры должны быть мобильные, и этим людям должны платить нормальность. минимальную зарплату, она не будет выше, чем в коммерческом секторе, практически никогда, но при этом люди должны понимать, что они получают достойную зарплату на 2-3 тысячи гривен, люди не могут работать и управлять миллиардами гривен, будь то любая служба. Я искренне в этом уверен. Второе, даже при наличии зарплат, можно не достигать целей, если нету ценности, если нету веры в том, если нету картинки, куда ты хочешь привезти. Когда мы перестраивали процесс закупок, например, внутри национального банка, мне люди говорят, поймите, Владислав, ведь раньше цель была обратная, ведь вы хотите сделать ее прозрачной, а цель была наоборот сделать так, вывести национальный банк из-под закона закупок, для того, чтобы не рассказывать о том, что ты собираешься покупать. И так как был, тот леверидж был внутри национального банка, то мы этого достигали. И когда сейчас в новом законе о закупоках мы наоборот хотели ввести туда национальный банк, даже внутри национального банка это было достаточно большое сопротивление, объясняя, что это же невозможно сделать. Поэтому ценности, зарплаты, вера в то, что это возможно и вперед. К журналистам. Вот первая вещь, которая здесь стоит. Когда приходите к любой государственной органу, спрашиваете, вы понимаете ту картинку, которую вы хотите построить? Не процесс, в котором вы живете, что вы конкретно делаете сегодня, а то, где картинка, где будет через сколько? Год, два. Сегодня Виталий говорил, через три года что-то будет сделано, через два года. Мы говорим о этих капитальных буферах 2020 года, которые мы уже приняли постановление правления национального банка. Идите спрашивать, есть ли эта картинка. Мне кажется, что в некоторых органах многих картинки такой нет. Люди живут в процессе. Спасибо.